Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 23 апреля и вот сейчас прочитала очень тревожный один комментарий. После продолжительного вот этого мороза, после снегопадов, когда мы 8 дней, почти неделю, сидели в минусовой температуре. Есть люди, у которых проснувшийся лук, который был посажен под зиму, замерз. Вот постоянная зрительница моя, Анна Астахова, пишет, что отросшее перо, которое уже выпустило лук, замерзло, побелело, упало. Что делать? Я вот хочу, я ей ответила, что у меня такого ни разу не было, если честно. И потом сейчас покажу свою луковицу и покажу, почему они в таком состоянии у меня сохранились. Возможно, потому что у нас тоже было очень холодно. И хочу попросить, может быть, у кого-то была ситуация, что замерзал лук, который под зиму высаживался. Потому что хорошо бы, если он был на перо, обстриг его вот эти зеленые перышки и все, пусть он дальше растет. Но он же должен сформировать головку. Я вот не уверена, вот спрашивает Анна, нужно снова садить или отрастет этот. Если у кого-то был такой плачевный опыт, что замерзал под зимой лук, пожалуйста, напишите. Я сейчас расскажу про свой. Вот видите, у меня грядка, как стиральная доска. Видно рельеф. И хорошо, что меня еще Бог отвел, что я не разровняла. Я осенью, когда садила, кто смотрел, видели, что я основную грядку, эти вот бороздки присыпаю вровень, потом присыпаю еще вот так, как нахлобучку, я говорила, грядой. И вот это дополнительное утепление, оно позволяет и зимой луковицы сохраниться, и еще знаете, как оно хорошо срабатывает? Весной не сразу земля быстро прогревается. Если бы вот этой вот не было, видите, вот это вот все лишнее, вот это вот, должно быть вот так. Если бы ее не было, то весной эта земля прогрелась бы, и луковица давно уже вылезла. Я вот вытащила, смотрите, какая она. Она проснулась, у нее хороший корень, все вот натуральная такая, хорошая луковица в начале весны. Но она не вылезла, потому что над ней был большой слой. Весной вот этот слой я всегда делаю вот так, ну беру что-то, и равномерно вот так разравниваю. Но сначала мне нужно прорыхлить между рядья, потом вот это разровнять, и это будет как дополнительное удобрение. Но сейчас я ничего не делаю, потому что я вот теперь уже боюсь, что передают еще будут морозы. Пока вот так останется. Пусть луковицы подождут лучше немножко, не торопятся. Они как раз сейчас там укоренятся, корневая система у них хорошая создастся. Вот я хочу еще раз спросить, пожалуйста, если у кого-то замерзал лук под зиму, напишите комментарий. Возможно, мы Анне поможем. Она сейчас, вот у нее два варианта развития. Или сеять новый, или что-то сделать с этим. Возможно, перо обрезать, может быть, она снова вырастет. Будет головка. Но будет ли головка? Ей хочется знать заранее, не до конца ли он уничтожается, если луковое перо, например, замерзшее. Все, не буду никого задерживать. Я пока свой лук не буду. Забыла, где выдернула, надо же назад подкнуть. Я пока свой лук не буду ничего делать, не рыхлить, ничего. Пусть пока стоит. Страшно. Боюсь морозов. Но вообще лук в хорошем состоянии. Видите, какая хорошенькая. Ой! У нее уже и росточек, и корешочек. Она на готове. Сейчас будет тепло, быстро вылезет.